Всем привет! Вещаю из Танзании. Городок Аруша называется такое приятное название. Это единственное место в мире где добывают танзанит и еще много всяких драгоценных камней, ну которые уже не эндемики, то есть не только тут они есть, но и здесь тоже они есть. Вот очень красивые места у нас тут, смотрите, сейчас я вам покажу, видите, я предлагаю вот так фокусировку оставить, так покрасивше, что на меня смотреть. Итак, сегодня едем добывать танзаниты и немножко про танзаниты вам расскажу. Это минерал, который впервые нашли вот недалеко здесь на плато небольшом, там плато такое, знаете, где-то может быть три на три километра, да, то есть такой хомик с плоским верхом. Там было естественно извержение вулкана и, как это часто бывает, что-то там пошло так, как нам нужно и в процессе резкого нагрева и сжатия элементы все совпали и получился танзанит. Значит, меня удивляет такой момент, кстати, не только про танзанит, смотрите, танзанит впервые нашли в 1966 году. Естественно, Масай выпасал, но это все Масайские земли полностью, да, они эти земли все себе захватили, так как Масай очень воинственные. Вот, значит, все до сих пор ходят с оружием, они взяли все, что захотели, они всю долину от Эфиопии до через всю Кению и через половину Танзании сказали, это земля наша и все ее забрали себе. Молодцы! Так вот, Масай пас коров, значит, и увидел прямо на поверхность, представьте, выходила жила, то есть прямо в саванне, в грязи лежал вот токенный кристалл, это у меня Масайские как раз палка-копалка, ну, в смысле, убивалка. Лежал кристалл, он его подобрал, отнес лабораторию, подумали сначала, что это сафир, потом, что вроде как и сафир, но что-то и не сафир, какой-то непонятный, видимо, сафир какого-то плохого качества. Очень долго разбирались, лет пять, наверное, въезжали вообще, что это камни, не камни, что это такое. Такое, кстати, часто очень бывает. Вот, но когда разобрались, стали быстро много продавать. Об этом сейчас попозже. Что меня удивляет? Танзанит вписан в гороскопы, блин. Как? Как это произошло? Гороскопы составляли, то есть мы, смотрите, мы русские люди, и европейцы, и американцы, мы все ориентируемся, когда мы друг друга спрашиваем, а ты кто? Ну, там, Овин, близнец, да? Имеется в виду греческий гороскоп. Греческий. То есть, ну, тут уже как бы странно, мы вроде не греки, но ладно, хорошо. Греки это все составляли задолго до нашей эры. Как туда попал Танзанит? Или это вчера придумали, дописали? Конечно, вчера придумали, дописали. Вот я поэтому, когда вы меня спрашиваете, Константин, я вот Овин, что мне лучше? Я всегда отвечаю, что лучше то, что вам нравится, потому что куча камней, которые открыли вот вчера, по меркам истории, сегодня даже, да, час назад, но их, они каким-то образом попали в гороскопы, которые были составлены до нашей эры. Кто это сделал? То есть это кто-то сел, так, Танзанит, так, Танзанит, Танзанит, он хорош для овнов. И написал это. И мы такие, ура, и верим. Вот, то есть, народные традиции, которые складывались веками, в том числе культура взаимодействия с камнями, да, там, как к камням относились китайцы до нашей эры, почему так сложилось, как и про какие камни, что думали греки, почему так сложилось, это одно. А какой-то, получается, нео-гороскоп, это что-то другое и странное. Например, черные бриллианты, они тоже, их открыли, вот, сегодня. Ну, для меня это загадка, я поэтому к этому отношусь так, вот, если хотите какой-то мистики, вот, я, бывает, хочу какой-то мистики, да, и смысл какого-то дополнительного, я обращаюсь к своему шаману, он мне говорит, сынок, это для этого, для этого, для этого, но это хотя бы, вот, как-то красиво выглядит, красиво, с легендой, да. Второй момент, когда мы говорим, а ты в год кого родился, там, а я, вот, овца, да, например, или, там, казачь, что, там, год овцы бывает, не знаю, это китайский, вообще, гороскоп, какое отношение китайский гороскоп имеет к русским людям, или даже к нерусским, к не китайцам, вообще, мне это непонятно, но, тем не менее, вот так вот, и мне вот прям часто пишут, Константин, мне очень нравится, допустим, там, ваша сумеречная шпинель, очень нравится, и мне очень не нравится розовые сафиры, но мне по гороскопу написано розовые сафиры, поэтому, пожалуйста, купите мне, найдите мне розовые сафиры, мне кажется, не совсем правильно, ладно, это, немножко мы от темы отошли, так вот, танзаниты, нашел масай, долго вообще въезжали, что это такое, нужен он, не нужен, потом, когда въехали, что да, он нужен, научились его греть, на это тоже всегда время уходит, камень нужно правильно нагреть, да, вы сейчас увидите, танзаниты, когда находят, как они выглядят, они, в принципе, красивые, но они все очень темные, то есть, если их в негретом виде ставить в кольцо, они будут просто темные, и все, поэтому их надо греть, и когда разобрались, что эта штука нужная, и на ней можно зарабатывать, стали все это массово, масштабно разворовывать эти же масай, эти же масай, и очень долго правительство пыталось навести порядок, и не смогло, вводили туда полицию, войска, чиновников, я прямо сейчас представляю, масай, они по статистике самые высокие люди в мире, очень многие выше меня, я метр восемьдесят шесть, очень многие, то есть, я часто, вот, я пару дней назад по рынку ходил, где масай коров продают, там только масай, масаем все продают, коров, обувь, мечи, там, копья и все остальное, блин, ну, как в Черногории тоже, я себя чувствую среднего роста, очень много людей выше парней, выше меня, да, а банту, это, ну, как в России русские, не россияне, а именно русские, да, это, как бы, подавляющее большинство населения в стране, они такие маленькие, пухлые, рядом с масаем они как хоббиты, и вот я представляю, как отправили какого-нибудь полицейского или солдатика, и он там с пистолетиком, и вокруг, там, человек пятьсот масаев, и он им говорит, ребята, пожалуйста, не разворовывайте Танзани, тоже государственный, и масай, они очень хорошо включают дурака, очень хорошо, и масай берут кристаллы, значит, запихивают себе за пазуху, за свои эти шотландские пледы, и такие, э, 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 у них вот эта вот любимая тема, э, 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 вот, масаи себя считают элитой, никого не слушают, никогда вообще, именно всех вообще пофиг, совершенно, банту, мзунгу, американцы, японцы, все одна хрень, как бы, масаи богом избранные, богами избранный народ, и они себя ведут очень так, ну, не то, чтобы надменно, но, знаете, так, обособленно, держатся и особо никого не слушают, это, кстати, одна из причин, почему я не пытаюсь никого здесь учить, они и слушать-то, как бы, не будут, у них есть вождь, они слушают своего вождя, я вообще кто такой, вот, и вот боролись, боролись, очень долго, много лет, с разворовыванием, ни хрена не смогли с масами сделать, а что, они все с оружием, у них у всех всегда минимум два оружия с собой, но вот приедет 10 человек с автоматами, их набежит тысячу, и что получится, ну, как бы бойня, и в конце концов, я думаю, что масаи победят, потому что они везде вокруг, поэтому правительство пошло на серьезные меры, и вообще все месторождение полностью, вот это все плато окружили огромной бетонной стеной, и везде поставили камеры, вот, смотрите, чуть-чуть я снял, я не стал всю стену бежать вокруг, да, везде камеры, там, значит, ворота, на воротах стоят войска, прямо военные подразделения с автоматами, с пулеметами, в форме, снимать их нельзя категорически, и всех пропускают на выходе через специальные досмотры, там прямо обыскивают, все полностью, прям прощупывают тебя, всего, вот так вот швы и все, ну, потому что ты можешь внутри зашить себе, да, куда-нибудь камни, вот, и сказали, что если человек выглядит особенно подозрительно, то могут заглянуть и во всякие не столь отдаленные места ему, вот, то есть я сразу спросил, практикуется ли такое, практикуется, все нормально, ну, и вот, как бы смогли более-менее приостановить воровство, да, я думаю, что как в России, то есть доходы от Танзанита огромные, очень большие, то есть очень много налогов поступает, и государство много зарабатывает на этом, но я думаю, что как в России, в основном все прибыли себе забирают чиновники, скорее всего, друзья президента, одноклассники президента и все остальные, вот, это мое оценочное мнение, скажем так, и, собственно, что я могу вам сказать про Танзаниты, камень очень красивый, вот, смотрите, лучшие экземпляры пока рассказываю, да, я, например, могу его на глаз отличить от Sapphire Royal Blue, но я считаю, что по уровню цвета, по блеску, по вообще, вот, как бы, интенсивности, ну, они равны, то есть я вот не вижу ни разу совсем, чем Sapphire Royal Blue лучше, а цена отличается, знаете, ну, вот, кстати, смотрите Sapphire Royal Blue, да, вам для сравнения, вот, вот, а цена отличается, ну, в десятки раз, Танзанит лучшего цвета, прям вот, best of the best, топовый, да, здесь буквами А обозначает, вот, 3А, это самый лучший, 3А, да, он стоит 750-800 долларов за карат, а Sapphire такого цвета будет стоить, ну, вот, если мы берем, допустим, сравним 20-каратники, да, вот, 20-каратник Танзанит, топовый, да, это получается, сколько у нас, 16 тысяч долларов, правильно? Sapphire 20-каратник будет стоить, ну, тысяч, от 100 тысяч долларов, от 100 именно, и по цвету они, ну, примерно, одинаковые, поэтому, если вы любите яркое синенькое, я вам советую Танзанит, Sapphire, и что-то как-то дороговато, на мой взгляд, вот, значит, далее, Танзаниты обладают уникальными свойствами, сейчас я тоже буду это показывать, показываю предыдущей передаче, я просто хочу такой, да, обзорчик сделать, значит, с разных сторон, они разного цвета, с этой стороны прозрачный, с этой синий, с этой смотришь, он такой рыжий, значит, у гретых камней это свойство исчезает, а их греют все, вот все, которые синие, все греют, а если вы не нагреть, он, да, он будет такой прикольный, можно сидеть и залипать, смотреть с этой стороны, потом с этой, потом вот с этой, но носить это будет невозможно, потому что 99% времени он будет просто черный, и все, то есть, его надо на просвет брать кольцо и рассматривать, вот, но я думаю, что и такие любители и желающие тоже найдутся, кто хочет так делать, да, так вот, его когда греют, эти свойства теряются, но, по сути, он остается полихромным, то есть, до этого, когда три цвета, это, кажется, называется как-то трипл-хромность или триохромность, я не помню, забыл термин, вот, после этого он становится полихромным, они все синий-фиолетовые, бывает побольше фиолетового, бывает побольше синего, бывает почти нету синего, только фиолетовый, бывает почти нету фиолетового, ток синий, вот, значит, далее, еще такой один момент, о котором нужно знать, да, купить маленький, но яркий синий танзанитик невозможно, они, как, например, гранаты, как турмалины и как еще многие другие камни, он чем меньше, тем бледней, я не видел ярких, прям, вот, офигенных таких, вот, как вы сейчас смотрели, синих танзанитов, меньше, размером меньше 5-6 карат, 5, не видел парочку, 6, можно найти, меньше 5, нет, они все бледненькие, вот, смотрите, как они выглядят, ну, то есть, от размера зависит насыщенность, ну, кстати, в то же время я видел вот такие, ну, такие где-то, вот такие, вот, не знаю, там, по 700-800 карат, они, то есть, они уже, у них цвет перенасыщенный, они становятся, кстати, я поищу видео, попробую найти, они становятся уже слишком темно-темно-синие, почти черные, это уже греты они такие, вот, а так, от 5 карат до, наверное, где-то 100 карат, прям, ну, цвет огонь-огонь, вообще, суперский, офигенский цвет, это, собственно, вам немножко про танзаниты, подделывают ли их, да, подделывают в огромных количествах, в громадных, синтетики очень много, даже здесь варуши, и прям там на добыче можно синтетики прикупить, вот этот эффект, что он с разных сторон разный, подделывать в синтетике научились очень давно, сюда ее завезли китайцы, хотя бы тут не наши, а китайцы, ладно, и продают в громадных количествах, очень много, то есть, все, с этим все в порядке, поэтому обязательно все надо сдавать в лабораторию, а в лаборатории здесь нету в Танзании вообще, то есть, единственное доказательство, которое вы можете получить, в кавычках доказательство, да, это выписка, на принтере вам напечатают какую-то бумажку в магазине, которую можно просто выкинуть, да, могут написать там, мамой клянусь, это танзанит, это все, поэтому у меня здесь договоренность с владельцем, с одним из владельцев, то есть, там по-то одно, а дырок в нем много, с владельцем одной из дырок, да, я ему оставляю небольшую предоплату, допустим, по 1000 долларов за камень, все это вывожу, сдаю в МГУ, если МГУ все подтверждает, я ему привожу деньги, если нет, возвращаю камни, но, собственно, так, я уже таким образом вывез, наверное, 50-60 камней, и, кстати, они получили в МГУ наивысшую оценку вообще, когда первые мои несколько камней туда приехали, там сотрудники, эксперты вышли и там аплодировали, сказали, что такого качества танзанитов не видели вообще никогда, в принципе, вот, а, кстати, что тут с вывозом, смотрите, значит, обычный человек, турист, может купить камни только в официальных магазинах, где выписывают вот эти вот бумажки на принтере, распечатывают, ячейки дают с печатями и оформляют там-то тоже такую довольно большую бумажку с вашими паспортными данными, тогда вы можете это все вывозить, но, опять же, вот эти все бумажки, это не гарантия подлинности ни в коем случае, ни в коем случае, да, вот, а просто купить, чтобы, вот, я иду по улице, раз, Масай вот здесь на рынке продают или вот на добыче, это уголовка, для того, чтобы избежать уголовного наказания, нужно здесь открыть компанию, купить лицензию, собственно, что я сделал еще, получается, в ноябре, у меня тут именно вот в Аруши компания оформлена, офис на ней, она числится на по адресу офиса моего друга, вот этого, который владелец добычи, вот, и с этим реально очень строго, если тебя ловят, просто шел по улице, купил какую-то вот фигню, кристаллик там, да, тебя ловят штраф 100 тысяч долларов, или ты сидишь, пока не выплатишь, я сначала думал, что это какая-то фигня, сказки, оказалось, нет, а вот пока здесь уже пять человек посадили, один немец, видимо, он гемолог по образованию, или геолог, он в саванне ездил с оборудованием, нашел там месторождение как раз саваритов, и начал потихоньку разрабатывать, там, значит, нанял местных Масаев, вот, его посадили, и так, также посадили четырех арабов, которые здесь тоже что-то где-то у кого-то нелегально, незаконно покупали, то есть государство старается все категорически, каждую сделку взять под контроль, каждую сделку, то есть вот, как в России, да, если в России у тети Люси есть, допустим, блян, который достался от бабушки, она не имеет права продать его тете Кате, ну, понятно, что все нарушают, но здесь тоже многие нарушают, но здесь прям жестко, строго, и в связи со своей внешностью я не могу затеряться в толпе, и, знаете, прикупить, и так раз за угол зашел, пошел, я в городе иностранец один, меня все видят, знают, вот, ко мне все, они очень общительные, все подходят, знакомятся, очень бодро подкатывают тети местные, вот, и, как бы, вложат меня в секунду, впарят, поэтому я все оформил легально, ввожу официально, со всеми документами, и мы платим даже здесь налоги, вот, то есть, вот так вот, так, значит, далее, чтобы попасть на добычу, нужно получить разрешение от правительства, более того, от министерства и с подписью министра, министра земельных ресурсов, в Африке все очень медленно, поэтому я начал это все оформлять сразу, как прилетел в ноябре, в конце ноября, и вот, только сейчас я получил разрешение, значит, я прошел два собеседования, мне спрашивали, а что вы там собираетесь делать, а все-таки, что вы там собираетесь делать, ну, типа, как будто бы я шпион, который хочет посмотреть ходы-выходы, охрану, камеры и совершить что? Теракт? Ворваться в шахту на глубину километра? Ну, непонятно, ну, ладно, неважно, прикол не в этом, значит, я пришел первый раз на собеседование, к представительству вот этого, к представительству министерства земельных ресурсов здесь, в Аруше, у меня сняли копию, ксерокопию паспорта сделали, и взяли мой WhatsApp, потом еще несколько раз спросили, скинь еще раз, скинь еще раз, скинь фото, копию паспорта, фото паспорта, а теперь скинь фото, где у тебя виза, и сейчас скинь фото, где у тебя виза, и в результате вот на днях позвонили, поздравляем, вы допущены в наши недра, мы вам доверяем, сам министр подписал бумажку, вот смотрите бумажка, и вот смотрите поближе, как меня там назвали, как можно было вот из Анисимов Константин или Константин Анисимов написать вот это, имея мой паспорт, я не знаю, но китайцы тоже так могут, тоже так могут, им кажется, что буква там, допустим, Х и П, они, ну вот как для нас иероглифы примерно одинаковые, так же для китайцев, ну Х и П, че, это тоже палочки вроде как похожи, здесь сложнее понять, потому что здесь местные пользуются английским алфавитом, но, блин, не, ну в принципе я понимаю, то есть это Африка, ребята, и я когда спросил, а че вообще произошло, они говорят, это Африка, я говорю, что будем делать, ждать еще 3 месяца, говорят, да, ждать еще 3 месяца, говорю, нет, не прокатит, поехали прорываться, поехали прорываться там, значит, номер паспорта, слава богу, они правильно написали, почему-то, почему-то, поэтому за несколько небольших взяток, там 50 долларов, 200 долларов, я все-таки попал на добычу, потому что ждать еще 3 месяца я не готов, значит, что это выглядит, плато, там много шахт, государство сдает, то есть ты можешь взять в аренду землю и, пожалуйста, добывай там, все, что ты будешь вывозить за пределы, а тебе нужно рано или поздно вывезти за пределы стены, большой стены, да, они прямо так тут называют, великая стена, как в Китае, и они прямо это говорят там, ты сейчас где, я за стеной, а, ну ладно, до связи, все, что ты хочешь вывезти там на пункте, вот, где обыскивают всех, облагается налогом, в принципе, грамотно все сделано, правильно, молодцы им, вот, кстати, я смотрел когда-то передачу, как заключенные в тюрьме в России собрали там, а, нет, не в тюрьме, завод по обработке металлов, где золото плавили, собрали огромную катапульту и фигачили за 350 метров в лес слитки золота, надо, кстати, им подсказать, вот, кстати, не догадались они, надо сказать им, и денег взять у них за идею, так вот, смотрим про добычу. Итак, долгожданный момент настал, три месяца мы оформляем документы, прошли сегодня несколько кабинетов чиновников, нас спрашивали, а что же вы собираетесь тут делать, а если честно, что вы тут собираетесь делать, а все-таки, что вы собираетесь тут делать, вот у нас вход в шахту, вот, сейчас пойдем смотреть, что там, как вообще, надеюсь, что нам дадут фонарики, то, что телефоны, да и вообще камеры в темноте снимают не очень. Мы сейчас наверху, там мешки пустые лежат, и вот у нас вход в бездну, тросик, на котором, которым привязывают мешки, вот веревочки зелененькие, специально, чтобы видно было хорошо в темноте. И они запускают, когда лебедку, она вытягивает наверх мешки с породой. Но мы потом посмотрим, что делать с породой, начнем сначала, с добычи. А перебирать породу будем потом. Больше километров в глубину сейчас будем пешком пиликать, в духоте и в пыли, вот так вот. У нас проход становится все уже и уже, мы все глубже и глубже, тут душно, очень пыльно. Они породу взрывают регулярно, поэтому пылюка стоит постоянно. Работать тут, конечно, нужно только в распираторе. Ну, за раз, конечно, мы не натушим сейчас прям сильно чего-то вредного, но тут, конечно, очень пыльно. Главное, чтобы у водителя сердце не схватило опять. Так, мы все ползем и ползем, а там все глубоко и глубоко. Я тут увидел подземного таракана, сейчас покажу вам. Вот он, пилый, совсем. Ну так, в принципе, пока ничего сложного нет, единственное, что у них полный хаос, то есть они не сделали никаких вообще ступенек, вон какую-то лестницу кинули, это первое на нашем пути. А в основном по грязи надо ползти на карачках. Итак, мы шли, 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 и тот, кто нас вел, не знаю, кто это, ну, сотрудник шахты, остановился в какой-то момент и говорит, ой, ребята, я пошел в шлепках, мне нужны ботинки. Сейчас я бегаю наверх за ботинками, я ему говорю, ты первый раз спускаешься? Говорит, нет. А ты, типа, знал, что мы будем спускаться? Да. А почему ты не оба ботинки? Говорит, я не знаю. Ну вот, теперь сижу, жду, когда он сейчас поднимется и спустится обратно, уже в ботинках. Это оказалась просто вертикальная лестница вниз и вверх, высотой, не знаю, метров 700, наверное, мы уже пролезли. Блин, я высоты не боюсь, я занимался альпинизмом, но это, конечно, никаких не перил, ничего, она мокрая, вблизи и скользкая. И он сейчас дальше там вниз уходит. Это жесть. Я когда представляю, что я ползу на высоте там этажа, где-то 20-го, 30-го по вот этой лестнице, конечно, не очень хорошо становится. Это причем я еще не боюсь высоты, у меня нет клаустрофобии. Приползли. Сейчас вам расскажу технологию, как все происходит. Значит, смотрите, сверлятся дырки, вот такие. Это промышленная добыча, поэтому здесь есть электричество, подача воздуха, вот, и, соответственно, оборудование, да, чтобы сверлить. Сверлятся дырки, вон еще одна, вон, видите, да, вон она. Куда закладывается взрывчатка, небольшой заряд, чтобы он взорвал, ну, там, вокруг дырки, допустим, на 30-40 сантиметров. При этом танзанит не взрывается, то есть не разламывается, кристаллы остаются, причем, что он хрупкий вроде как, но все равно остаются кристаллы целые. Ну, значит, порода более хрупкая, кристалл более прочный, да. Вот, потом все это раскладывается по мешкам, которые у меня под ногами лежат, вон они валяются, вон, вон там, ребята. Сейчас будут дальше дырку сверлить, будет невозможно рассказывать, я их остановил, поэтому. Вот, по мешкам. И потом порода цепляется на лебедку, вот у нас подача, откачивают воду, да, подземную, грунтовую воду, подают воздух. И вот у нас трос спросил, сказали, трос при взрыве не страдает, совершенно никак. Привязывают мешки к тросу, поднимают наверх, дальше уже перебирают. Вот у нас готово несколько дырок для взрыва. Вот одна, вторая, третья, и еще несколько, я вижу, вот и все. Вот она. Но взрывает не в тот же день, когда добывают, то есть, когда сверлят, да, это разные дни. Сегодня они сверлят, завтра взорвут, и несколько дней будет отстаиваться пыль от взрыва. Потом только спустятся, грузить породу по мешкам. Так, мне тут ребята объясняют про геологию. Смотрите, вот эту породу с блесками, они называют сахар, шугар, да. А он говорит, что если ты видишь чистый сахар, ну вот как тут, сахарок. Чистый сахар, значит, ты уже совсем близок к танзаниту. То есть, надо или кирпой его пить, или взрывать. Вот, взрывают. Дальше у нас, сейчас покажу. Вот как раз он. Вот он не синий, он, видите, он такой желто-бурый, коричневый. Я видео или выложу, или уже выкладывал, не знаю, в каком порядке они будут. Все, это оно. Синий, что такое спросил, сказали, это не драгоценный камень. И вообще не камень, в принципе, просто такая порода. Вот, собственно, как он выглядит. Но это электрический свет, на улице он будет буро-фиолетовый, я думаю, скорее всего. Потому что в айфоне, видите, лампочка эта, белый свет дает, да. Он, конечно, искажает цвет камня. Вот, собственно, вот так вот. Вот сахаров как раз, чистый сахар. И вот у меня на руке он, видите, остался. Вот он блестит. И я весь такой, потому что я тут на карачках уже ползал, на задницу съезжал. А вот ребята идут наверх. Да, да, да. А, да, да. Это ребята там нашли, ну, короче, они решили прихватизировать немного. И это не танзанат, это саварай. Грин, Грин. Грин. Что это? Ты знаешь? Да, это... Мне кажется, это саварит. Гарнет? Нет. Это танзанат, но это называется Грин. Грин, танзанат. Но, возможно, они не шарят. Вот, тут есть кое-где вкрапления. Вот ребята прихватили в тайне от начальства. Я надеюсь, мы их не попалим, если это выложим. Ну, вот танзанит, негретый. Танзанат. Танзанат. Ага. Ага. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Нечистый, негретый и очень мелкий. Это они собрали уже мимо кассы, как говорится, вы понимаете о чем я. Вот, а грамотный парень, который нам все это рассказывает. Его зовут Виктор. И мой имя Константин. И я получаю татуи. Да. Да, да, да. Он говорит, меня тоже снимет. Кто ты? Ага. Ага. Он говорит, меня тоже снимет. Ага. 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 На добычу значит Масаи могут работать. Ага. 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 Мистер Йона. Мистер Йона. Мистер Йона Биг Босс. Биг Босс. Да, да. Это управляющий шахтой. Да. Который забыл ботинки. Ага. Ага. Так, все. Поднимаемся наверх. Километр вот так вот нам фигачить. Это пипец, блин. Немножко про то, как я спускался и поднимался. Мне сказали, что шахта глубиной где-то километр, километр двести метров. Я думал, это знаете как? Это вот мы идем вот так, потом идем вот так, потом идем вот так, потом идем вот так. А там оказалось, что мы идем вот так, а потом лестница вот так. И инженер, который меня вел Забыл, как его зовут Он по-английски вообще ноль совсем А Виктор пришел потом Он там уже был внизу, он к нам подошел Он по-английски хорошо говорит Парень молодец И он мне показывает на лестницу И там типа гол, гол, поле-поле Типа медленно-медленно Ну Поползли Ползем там 10 минут А лестница вся мокрая В песке, в грязи И по ней часто прям ручей течет по самой лестнице Ручей по лестнице Многих ступенек нет Где-то ступеньки отломаны и вот так висят И наклон вот такой Ну чуть-чуть, ну вот такой вот наклон Вот такой, да, сколько это градусов Я не знаю И мы ползем там 10 минут 20, 30, 40, 50 Я понимаю, что Походу вот это все До самого дна мы сейчас и ползем Я у него спрашиваю Там было одно место Где мы ползли-ползли Вот так Потом раз там метров 6 Так и опять лестница вниз Уходит Я спрашиваю Сколько мы проползли Он мне показывает 400 метров мы фиганули Просто по вот такой лестнице Лестница я Ну там видно на видео Без брехни Вот столько Такая-такая ширина у нее Я такой Блин У нас в Бангкоке Есть небоскреб Он 370 метров Вот представьте К этому небоскребу Приставили деревянную Скользкую лестницу В грязи И по ней ручей течет И такие говорят Фигач И конечно Ну было страшновато То есть не прям Что я был там в ужасе В шоке Но страшновато было Да Вот смотрите Облака на гору Нашли прикольно Я понимаю что Мы 400 проползли Значит туда еще Где-то 600 Ну Руки тряслись Ноги тряслись Руки тряслись Было страшно Я там цеплялся Изо всех сил Вот Техники безопасности Ноль вообще Спрашиваю сколько погибло Люди Говорят ну в прошлом году Немного трое Это в одной из нескольких Шот шахт Значит Что еще А И вот Масай Которые нам показали Камни Которые там Приныкали себе Не знаю как они Будут выносить Вообще они должны были Отдать бригадиру И бригадир потом Делит на всех Прибыль Да То есть Они владельцу Добычи их продают По минимальной цене Ну например там По 20 долларов за карат Да Вот И вот эти Масай Вот Масай Который сказал Как его зовут И не помню Который там Рукой держался Как-то вот так Да Ему ну лет 50 Я думаю Где-то на вид Он конечно не знает Сколько ему лет И вот мы полезли Когда обратно Я буквально там Знаете Следующий метров Там 100 Я уже там Ну я совершил ошибку Не попил воды У меня было Обезвоживание Потом 2 дня Было попаховато И вот этот И я остановился Отдышаться Там так В сторону Отошел Где вот это вот место Где 5 метров Между Двумя лестницами Большими И Масай Мимо со своим Другом Такие Такие Мзунгу Хелло И такие И они бегут Вверх Реально бегут Они руками практически Не касаются Этой лестницы И между собой Там Ля-ля-ля Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ха-ха-ха Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля Жесть вообще, но я понимаю, что если я буду Так каждый день туда-сюда, я тоже Там стану таким матером, но Это было унизительно Смотрим дальше Ну, видите, как Это неправильно над другими Смеяться, вот я смеялся над водителем И то же самое В общем, пить воды много Обязательно, чтобы не быть таким ошарой, как я И каждый день пробежки На всякий случай, даже если вы Работаете, как я, лежа на пляже В основном Спорт, спорт, еще раз спорт И водичка, у меня прям это, у меня сердце не стучит Ну, руки-ноги прям онемели Надо прийти в себя Обычно обезвоживание бывает растягивается На 2-3 дня Надо сразу пить много воды и что-нибудь сладенького попить У какого-какого-ничего-нибудь такое Будьте осторожны Так, я просил показать переборку Ну, когда они разбирают Породу от кристаллов Они сегодня не разбирают Перебрали все в пятницу Сейчас, следующий день Сегодня они сверлят, завтра взрывают Но мне показали вот пиит два красивых Это золото дыроков Я уже его показывал И вот танзанитик небольшой Ну, в принципе, мы уже это видели Для нас ничего особенного Прямо такого Серый, блестит Ничего интересного Пока не нагреешь Вот нам немножко показали Из того, что было добыто недавно Сейчас покажу вам Что они бывают Очень прикольные кристаллики Прям такие Веселенькие Так, видите, он бурый Опа, синенький Синенький Бурый Сейчас плохо видно Сейчас Блин, из-за рук О, вот так видно Мазури, я знаю Это красиво Мазури Смин Най Смин 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 Я уже что-то понимаю Что они тут говорят Вот Ну, а синтетику Которая Вот этот эффект Копирует Уже давно делают То есть Вот он с этой стороны Бурый Да Сейчас я Опа Вот так А тут он синий Серый, синий Это все Подделывается Уже давно Сейчас еще Какой-нибудь кусочек Красивым покажу А, вот А вот смотрите Какой прям Смотрим Так Опа Буроватый Так он прозрачный А так Так синеватый О, так прям Рыженький А так прозрачный Интересно Потому что нагревал Какого будет цвета After heating This This one For example Will be Blue Or we don't know Before Я А Говорит Что будет Хорошим Синим Но это Не точно Гарантировать Невозможно Конечно Так Давайте Еще посмотрим Какой-нибудь Вот такой Например Красивый Реки Вода Жилье Сирка Вон Кухня Водопровод Туалет Все есть Все полностью То есть И мы сейчас Внутри Мы за стеной То есть Здесь огромный Период За стеной Да Периметр Период Это у меня От обезвоживания Заговариваюсь Покажу вам Просто на свету Как это выглядит Так Сейчас я Вновлю свет Подождите Вот так Вот Ну то есть Вроде они Блестят Да Но Не знаю Прям такого Вау Офигеть Какие красивые Тоже нету Ну то есть Без нагрева Их носить Гранить И носить Но это так Очень сильно На любители Я вам скажу Да Я думаю Что почти все Со мной согласятся Танзаниты Которые не надо греть Видите они уже Красивого цвета Красивого Желтого Оранжевого Яркого Голубого Розового Фиолетового Попадаются Крайне Крайне Редко Стоят Огромных Денег Вот мне Показывали Фиолетовый Где то Вот такой Вот Здесь Карат Наверное 12 Да Он стоил 60 или 80 Тысяч Долларов Я точно Не помню Он был Такой Розово Фиолетовый Вот Ну Будешь Ити по улице Увидишь Конечно Обратишь Внимание То есть Не как Сапфиры Которые Просто На серую Гальку Похож До Нагрева Ну Не сказать Что Прям Огонь Да Но Все Интересно Для Общего Развития Теперь Вы Знаете Как Это Выглядит Все Вот И что Нужно Обязательно Пить Воду У меня До сих пор Язык Телеворочается Тут Ребята Готовят Еду И Кое Что Нам Уже Знакомо Сейчас Покажу Вам Это Огромный Таз Угари Это Кукурузная Это Получается Кеси Меси Кукурузная Кукурузная Муки И воды Сделанная Кукурузная И воды Сделанная Кидобу 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 Окей Сеньки Попробуем Сейчас Ну и тут Уже Нам Тоже Многое Знакомо Опа Это Мы Знаем И Ну Это Мы Тоже Знаем И Это Мы Знаем Ладно Едем Мы Традиционно Показываю Вам Красивую Африку Мы Сейчас На Горке В общем Это Вся Гора На Добычах Ехали 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 А там И заборы И заборы Много Много Добыч Получается Что Это Все Государственная Земля Но Государство Сдает В аренду Инвесторам Они Организуют Добычу Это Поселки Шахтерские Опять же Так Люди Не живут Это Временное Жилье Да Вот Сдают В аренду Инвесторам Инвестор Организует Добычу Покупают Технику Экскаваторы Все Все Остальное И потом Платят налоги С каждого Найденного Камешка С каждого Грамма Есть ли Воровство Да Конечно Есть Засовывают Сейчас На выезде Нас будут Обыскивать Я спросил А что Если засунуть В попу Они сказали Что Мы так Собственно И делаем Воруют В обход Водельцы Добычи Сотрудники Ну Конечно Не прям Много Да То есть Это не знаю Что Весь Танзанит Который Есть Он Из Задницы Ну Такие Практики Здесь Применимы Вот И продают Потом Где-то На рынках На каких-то А так А так Очень красиво Хорошая погодка Не жарко Нет Опять У нас Слепни Оводов И комаров Мне вроде Полегчало Уже Ноги Не подкашиваются Ну и вот Пока я снимал Подошел Товарищ Как раз Контрабандист Я не люблю Покупать Ворованные Камни Поэтому Я так Вам Покажу Но Покупать Их Не буду Это Нехорошо Считаю Что Человек Вважил Деньги Взял На себя Ответственность То И другие Люди Пришли К нему Работать Ознакомились С условиями И эти условия Подошли Они Не имеют Права Их Нарушать Ну Камень Прикольный Вот Еще Один Покрупнее Сейчас С какой-то стороны Он должен быть Бурым Вот С этой Да Он Прям Очень Настойчиво Предлагает Купить У него Ну Пусть Засовывает Себе Их Обратно В задницу Я Не Хочу Сейчас Ну Свет Вот этот Вроде Самый Лучший Так Пока Едем Дальше Сейчас Нас Будут На выходе Обыскивать Там Там Будет Огромная Стена Стена Та Самая И Будет Пункт Досмотра Будут Обыскивать Нас Прошлое Видео Про дома Вызвало Кучу Подгораний Что Типа А ты Пози рублевку Сними Вообще Узнаешь Ну Вот Тоже Это Вот этот Паренек Он Работает На добыче Танзанита Помощником Помощника Помощника Вот Собственно Обычные Дома Это Все Его Зарис Зара Оу Ов Хис Хаус Срайт Да Вот У него Несколько Домов Тут Не Знаю Я В Деревнях В Российских Постоянно Сталкиваюсь Именно С тем Что Люди Живут Примерно В Таких Домах Домах Как Домах So At least He Have Maybe Five At least He Have Maybe Five Houses Right And You See His Cover Sam His House Cover Я Грию Что Одинакового Цвета Ну Вот У Него Пять Таких Why He Have Five Houses А Вот Он Живет Сам В Этому Семьей How Many People In His Family Трое Детей У него И Жена И Вот У него Дом Как Дом Ну У У У Таиланде Например Примерно Такой же Он Туда Дальше Уходит А Вот Эти Он Сдает Окей So Go Outside И Сейчас Опять Любителей Поспорить Что Такого Не Может Быть Ты Вон Поедет Рублевку Сними Но Это Вот У Нас Район Здесь Люди Живут С Доходом Ниже Среднего Если Раньше Мы Были Среднего Дохода А Тут Ниже Среднего И Вы Писали Много Что Ну Не Все Конечно Некоторые Из вас Писали Что Да Это Живут Итальянцы Или Французы Или Там Еще Неизвестно Кто Китайцы Писали Да Китайцы Живут Ну Вот Как Бы Окей Тут Наверное Тоже Итальянец Живет Скорее Всего Я думаю Деревенский Такой Пастух Итальянец Here Who is Owner of This house Maybe American Or German Or Italian Плохо ли Are you sure? Ну вот почему-то он говорит, что здесь живет местный дядя Врут, наверное, все Негодяи Почему все африканцы врут И вон там Дальше Смотрите Опа Нормальные дома Так Медленно разворачиваемся И еще немножко пройдемся Я понял, что эта тема Для многих болезненная Ну потому что тяжело принять, что Блин, ну Мы же живем лучше, чем в Африке В России-то Ну как же так? А тут, видите, такое западло И там прям целые теории заговора были Что я специально выбрал какое-то особенное место И это Потемкинская деревня Вот, смотрите, тоже Дом похожий на дом И это, кстати, тоже для аренды кто-то построил Писали, что возможно я выбрал какое-то типа Потемкинская деревня Ненастоящая Почему нет людей? А почему сейчас людей нет? Все на работе, блин День Все на работе Рабочий день Так, сейчас покажу вам Смотрите Тоже, скорее всего, ли итальянец Или швейцарец А может не иметь Вот Прикольно Козочка спит с собачкой Вместе Вон, видите Оп Милота Вот Ну и дальше, смотрите Вон Крыша, да Тут, в принципе, по крыше можно понять, что это Вон дальше дом, смотрите Это мы просто завезли парня Который нас возил Он сказал Отвезите меня домой Вот мы отвезли его домой Я не выбирал специальную деревню Я понимаю, что это неприятно Мне тоже неприятно осознавать Что российская провинция живет на уровне Африки Или Африка на уровне российской провинции Но, блин, если это так Ну что сделать Я-то не виноват Я не выбирал ничего специально Так Сейчас, если У нас будет время А давайте вот за угол Заглянем на всякий случай Сейчас, если успеем Заедем на минеральные источники Я вроде Нагуглил, что здесь Какие-то прикольные минеральные источники Вот туда заедем Вот Здесь Опять я вижу Какие-то негодяи из Европы Взяли Взяли Построили дом Сволочи Ну, это я, конечно Шучу Вы понимаете Что это местные жители Так живут И с этим придется смириться Ничего не сделаешь В общем, сейчас едем на минеральные источники Вот там еще раз домик Француз, скорее всего Я думаю, француз Вот Посмотрим, что там на источниках А на минеральных источниках Оказалось Ничего так Приятненько Тут Очень чистая Прозрачная водичка Очень красиво И даже есть Немножко туристов А у меня же обезвоживание Мне надо срочно купаться Срочно Очень прикольно И тут ребята запекают курочку в фольге Такой мы тоже любим Какого для этого? 5 тысяч 5 тысяч А, для пицца Так, 5 тысяч Дайте 150 рублей за кусок Дороговато Но это же курорт Можно себе позволить Ладно Сейчас отведем курочки И купаться Тут такие прикольные крючки И можно вон туда дальше уплывать Вручную Без лодочек И прям совсем чистая водичка Лазурная Огонь Ребята, у нас отличное окончание дня Накупались Тут оказывается уходит туда Далеко эти ручьи И туда И там заканчивается большим водопадом Обязательно советую Для посещения Водичка такая Комнатной температуры А в комнате у нас сейчас Градусов 35 примерно И у нас сейчас темнеет Уже сумерки И комаров нету Вот В прошлый раз Когда я показал Что комаров нету Рассказал Там написали Очень много знатоков Что Потому что далеко вода Воды нету рядом Поэтому нет комаров В саванне же засуха Сухо очень Комаров нету Что случилось тут Тут везде вода вокруг Вот там Сейчас покажу Вот там Вот за деревом Тоже ручьи И они заболоченные Я думаю Что скорее всего С комарами То есть слепней здесь Вообще нету В принципе Не знаю почему Не могу сказать А с комарами Скорее всего Знаете какая ситуация Примерно как в Таиланде Днем слишком жарко Потом вечером Для них слишком прохладно Они изнеженные И очень много рыбы Вот здесь прям рыбы Вот прям дофига Вообще рыбы Она съедает весь мотыль Скорее всего Я думаю Ну у меня вот такая Только версия Других нету Поэтому Знатоки продолжайте Предполагать То есть Выходит что климат Довольно здоровый То есть получить малярию Здесь довольно сложно Потому что для этого Нужны комары А их действительно нету Погуглите Аруша Ход Спрингс Очень рекомендую Сюда приехать Только не на выходных Категорически не на выходных Потому что Сюда местным вход Бесплатно Нашим здесь Ну в смысле Иностранцам 300 Ой извиняюсь Да 320 рублей На рубли получается Вход Местным бесплатно Поэтому на выходных На праздниках Здесь забиты Все тут миллиард людей А вот сегодня Очень приятненько Практически никого нету Он Сидят Занимаются любимым делом Местные жители То что они Хорошо умеют делать Вот Ну вот Всем пока Приезжайте Аруша Ход Спрингс Тут Расселись Туманы И появилась Килиманджаро Видно немножко И причем Там вон еще Есть второе место Где тоже есть снег Можно катнуть На сноуборде Итак Вывод Обязательно Пейте воду И берите ее С собой Всегда Не повторяйте Моих И моего водителя Эммануэля Ошибок Вот это первое Второе Стоит ли покупать Танзаниты Да Стоит Если вы любите Синие Покупайте Потому что Ну Софир Стоит Неоправданно Дорого Я уже сравнивал Стоимость Стоит ли Танзаниты Считать Инвестициями Особо крупные Особо яркие Особо синие Да Стоит То есть Они в цене Идут вверх Маленькие 5-6-10 каратиков Нет Не стоит Что такое Особо крупные Ну это 20-30-40 карат Уже Да Они растут Вверх Идут вверх По стоимости Не так быстро Как и та же Шпинель Мохенги Например Да Но идут По крайней мере Деньги вы точно Сохраните Не потеряйте На Этому На инфляции Правда ли Что Месторождение Уже истощено Или вот-вот Истощится Нет Оно не истощено Добыча идет То что камень Стал хуже По цветам И мельче По размеру Это правда Да То есть Знаете Бывает что Жила Она Например Вот так вот Идет Вот так вот И возможно Они сейчас Уже где-то Вот здесь Внизу То есть Основную Вот Самое Скажем так Самый сок Они уже выработали Весь Да Полностью Возможно Потому что Мне показывают Камни Я говорю А на заказ Можно такое найти Они говорят А таких Уже лет 5 Как не добывают И Это не какая-то Игра Менеджеров Чтобы повысить Стоимость Нет Это вот Я лично Наблюдаю На рынке На добыче Что да Мне показывают Смотри 5 лет Добывали вот это 5 лет назад А сейчас Добывают вот это И я вижу Да Разница действительно есть Вот Ну вот Такая ситуация С танзанитами Заказов очень много Значит Я не выспался Совсем Вот Там кто-то написал В комментариях Вы очень плохо выглядите Сходите в больницу Все нормально Я просто сплю По 4-5 часов Поэтому у меня Глаза запухшие Я не бухаю Если что Просто некогда И нет желания Тут столько всего Интересного Что как-то Не до посиделок Вот Всем привет Не болейте Хорошего здоровья Пишите Если что Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому